Дорогие мои друзья, всем здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Ну что, устраивайтесь поудобнее. Сегодня будем обсуждать парфюмерию. Как вы, кстати, там? Как поживаете? Как провели свои праздники, выходные? Я надеюсь, что все хорошо. Я надеюсь, что все живы и здоровы. Лично я проводила эти дни с семьей. Я вообще люблю новогодние праздники, новогодние каникулы. Это прекрасная возможность так немножечко, знаете, остановиться, освободиться от какой-то суеты, быть со своими близкими, пообщаться. Да даже просто элементарно не всегда удается организовать какой-то ужин совместный, потому что все в какой-то суете, все куда-то торопятся, спешат. А вот эти новогодние праздники, тем более у нас в Петербурге, они выдались довольно-таки прохладно, если так можно выразиться. У нас было очень холодно, поэтому большую часть времени мы проводили дома. И это было прекрасно. Мы, конечно, выезжали. У меня младший ребенок находится на сборах, поэтому мы часто тоже бывали на природе, ездили к нему за город. В общем, было неплохо. Город красиво украшен, я с вами делилась, ко мне приезжала сестра. Было все по-семейному, по-доброму, уютно и тепло. Выходные быстро закончились, но это не повод грустить и расстраиваться. И для того, чтобы поднять себе настроение, давайте поговорим о парфюмерии. О чем будет сегодняшнее видео? У меня как-то в телеграм-канале спросили, какие мои любимые бренды в люксе и в нишевом направлении. И я решила снять на эту тему видео. Сегодня мы поговорим о люксовой парфюмерии, а буквально через несколько дней выйдет аналогичное видео на тему нишевых ароматов. Поэтому, если вы случайно заглянули на мой канал, обязательно подпишитесь для того, чтобы не потеряться. Будем обсуждать любимые люксовые бренды. Я выбрала три своих любимых бренда. И выбирала я, знаете, каким образом? Я просто открыла свой парфюмерный гардероб и посмотрела, каких ароматов от какого парфюмерного дома у меня наибольшее число. И в целом я проанализировала, с какими ароматами я чаще всего проживала свою жизнь. Ну, даже тогда, когда я не была еще увлечена так сильно парфюмерией, какие парфюмы всегда были в моем парфюмерном гардеробе, от какого бренда. Давайте начнем. Я хочу начать с ароматов от Булгари. Посмотрите на мои вот эти прекрасные три флакона. Это, в принципе, такой, знаете, мини-парфюмерный гардероб. Я вот серьезно вам говорю, потому что эти ароматы абсолютно разные, и они подойдут для разных случаев. Прекрасные ароматы. Посмотрите, какое оформление. Вот именно серия Сплендида мне очень нравится. Но даже до того, как я была увлечена, вот так серьезно увлечена парфюмерией, у меня всегда, даже много лет тому назад, у меня всегда были ароматы от Булгари. И вот серия Омния, в частности, Омния Кристаллин и аромат Омния Коралл – это мои любимчики. С какого аромата я хочу начать? Я хочу начать с ароматом Монжасмин Нуар версия Ле Экскьюз. Есть еще просто Монжасмин Нуар. Тоже красивый, кстати, аромат, и тоже, по-моему, снятость. И вы знаете, вот в версии Монжасмин Нуар у меня у мамы этот парфюм, там более такой терпкий жасмин, даже с такой легкой горчинкой, невероятной красоты аромат. Этот тоже мне нравится, но этот для меня парфюм для первой половины дня. Очень красиво выполнен флакон, вот такое вот дно, которое усыпано лепестками или усыпано цветами жасмина. Прекрасный аромат, аромат про жасмин, но, скорее всего, даже не про жасмин, а про жасминовый чай с легкой ноткой миндаля. Здесь на старте активные цитрусы, и они очень свежо звучат. Я не могу найти аромат, похожий на этот парфюм. Если вы знаете, если вы уже нашли и тоже являетесь поклонником именно этого аромата, то обязательно напишите мне, потому что аромат действительно очень красивый, но он еще представлен на рандеву, я обязательно оставлю на него ссылку. И на все другие ароматы я тоже постараюсь найти ссылки, оставлю в инфобоксе вместе с тайм-кодами. Не забывайте про мой промокод, который позволит вам сэкономить 10%. Сейчас на сайте много интересных предложений, поэтому обязательно заглядывайте. Возвращаясь к аромату, мне он напоминает запах, вкус холодного чая. Чай, жасминовый чай, скорее всего. Я думаю, что туда добавили несколько долек лимона. И где-то неподалеку вполне возможно лежит миндальное печенье, потому что миндаль здесь тоже ощущается. В целом аромат очень легкий, очень приятный, такой, знаете, позитивный, прекрасный парфюм. Следующий аромат совершенно другого направления. Это уже более вечерняя история аромат про мистическую туберозу. Я вам много раз рассказывала про этот парфюм. И вообще у меня этот аромат является очень комплиментарным в моем гардеробе. Этот аромат нравится многим. Про что этот парфюм? Про очень приятную, насыщенную для меня сливовую туберозу. Хотя слива здесь не заявлена. Здесь заявлена черная смородина на старте. Главную роль здесь, конечно, играет тубероза. И все это в завершении обыграно нотами ванилий, нотами миры. Мира, как смола, здесь творит чудеса. Потому что аромат переливается. Иначе, мне кажется, он бы был довольно-таки простеньким. Очень красивый аромат. Я прям четко слышу, особенно вот так вот из флакона, ноту чернослива. Так красиво звучит здесь нотка такого спелого, такого, знаете, даже слегка маслянистого чернослива. Красивый аромат, сладкий, манящий. Я вот про него мне всегда хочется сказать, что он какой-то загадочный и манящий. Сделала этот аромат Софи Лабе. По-моему, все ароматы сплендида сделала Софи Лабе. Могу ошибаться. Я знаю точно, что вот это Альберто Марилос. Да, это уже другой парфюмер выполнял. Я советую вам познакомиться с туберозой, с мистической туберозой от Булгари. Мне кажется, она не разочарует никого. Этот аромат очень красиво раскрывается, особенно вечером. Если немножко прохладно. Да и, в принципе, и летом я обожаю его носить. Очень красивый флакон. Обратите внимание, темно-синее стекло. Это все-таки ювелирный дом. Поэтому, прежде всего, Булгари. Поэтому все флаконы выполнены безупречно. Действительно, очень красивый такой. Вот даже небольшой формат. Это у меня, по-моему, 30 мл. Посмотрите, как смотрится. Ну и еще один аромат. Тоже очень привлекательный флакон. Это аромат Pachuli Tentation. Серия Splendida. Посмотрите, мне приятно даже их в руках держать. Настолько классно выполнены. На оформление аромата безупречно. Ну и сам парфюм тоже очень классный. Я небольшая любительница ноты Pachuli в парфюмерии. Но вот эти Pachuli мне нравятся. Здесь Pachuli с ирисом. Pachuli с ноткой персика. С фруктовой нотой. И я, кстати, эту ноту фруктовую не всегда слышу. Когда носишь этот аромат, когда уже к нему прислушиваешься, действительно понимаешь, что здесь не одни Pachuli. И они очень классно обыграны. Да, в базе это пудра. Поэтому те, кто не любит пудровое направление, наверное, вам не понравится. Но мне очень нравится этот парфюм. Он пудрово-уходовый. И я даже готова смириться вот с этим рисковатым стартом, который, честно вам скажу, мне не очень нравится. Я обычно наношу этот аромат и сразу выхожу из дома. Мне очень нравится, как он раскрывается вот сейчас, в прохладу. Особенно, когда на улице идет снег. Это просто волшебное раскрытие. Классный аромат. Аромат про Pachuli. Про очень такой, такие спокойные, я бы сказала, Pachuli, которые в сочетании с ирисовыми нотками. Я не могу также не сказать про аромат Omnia Crystaline, который всегда в моем парфюмарке в гардеробе. Мне просто нравится. Это такой аромат про чистоту. Про чистоту. Про, знаете, не про порошковость, а именно про свежесть. Стартует аромат нотами груши и нотами бамбука. И я слышу в этом аромате зелень. Я слышу в этом аромате влажность. И у меня даже рисуются определенные картинки. Да, он прям такой, знаете, водянистый аромат. Это вот как раз-таки та категория парфюмов, про которую можно сказать, что он влажный. Он такой полупрозрачный. Потому что здесь заявлены и чайные ноты, в том числе и ноты лотоса. Но благодаря базе мускусной и мшистой этот аромат не улетучивается с вас. Он держится. И мне нравится, что очень редко, когда ароматы чистоты долго задерживаются вот лично на мне. А этот держится долго. Он приобретает просто, знаете, такой запах, как геля для душа. То есть он пахнет вот чистотой настолько, что кажется, что я только что вышла из душа. И вот от меня пахнет вот так. Раз я уже упомянула Omnia Crystalline, то Omnia Coral тоже один из моих любимых парфюмов, которые у меня были неоднократно в гардеробе. Я очень хорошо знаю этот аромат. Он для меня такой парфюм для теплого солнечного лета. В нем заявлены ноты граната. Это гранаты, ягоды Годжи. Аромат такой кисленький, аромат такой сочный. Буквально вот ощущаешь сочность, когда слушаешь этот парфюм. Работа Альберта Марилоса. Классные ароматы. Если вы любите парфюмерию от Булгария, обязательно напишите, какой ваш любимый аромат. Я еще очень хотела бы познакомиться с ароматом. Вот версия серии, вернее, сплендида Ирис. Ирис, потом еще есть, по-моему, Магнолия. Но Магнолию я как-то слушала. А вот Ирис мне так и не удалось протестировать. Поэтому я в поисках. Следующий парфюмерный дом, который я тоже очень люблю и нежно к нему отношусь, это Шанель. Ароматы от Шанель, несмотря на то, что на сегодняшний день у меня всего три моих любимчика. Но вот сколько я себя помню, у меня всегда в моем парфгардеробе были ароматы от Шанель. У меня были все шансы. У меня очень долгое время был шанс, который о фреш. Это был мое парфюмерное я. Шанс тендер, который тоже я очень часто носила. Это был ни один, ни два флакона. Очень часто я в свое время носила аромат Шанель Кристалл, по-моему. Я подпишу обязательно название. Была пятерка от Шанель классическая. Были ароматы Алюр. Шанель Алюр, да, серия Алюр. Всех я очень любила. И вот на сегодняшний день у меня три, к которым я тоже очень тепло отношусь. Номер 19. Шанель. Этот парфюм для меня аромат делового настроения. Я много раз вам уже о нем рассказывала. Я его просто обожаю. Это аромат пудровый, но пудра здесь необычная. Она не сладкая, она не косметическая. Она больше с зеленцой. И мне это нравится. Очень красивый аромат. Для меня он суховат. Бывают маслянистый аромат, а бывают влажные. Этот аромат для меня сухой. Но как он мне нравится? Вот он передает настроение. Он как будто бы меня собирает. Я всегда его носила и в офис. И в принципе очень люблю этот аромат. Летом носить он очень красиво раскрывается на контрасте. Когда, допустим, на улице жарко, и вы заходите в прохладное помещение, вот тогда вся красота этого аромата, она просто во всей своей красе перед вами предстанет. Очень красивый ирис в этом аромате. Он какой-то, знаете, он такой благородный. И он не морковный. Он такой не кремовый. А вот он какой-то особенный. Вот ирис в аромате. Шанель номер 19. Особенный. Мне нравится, что он настоялся. Стал такой зеленого цвета. Очень красивый. Я обожаю. Еще один Шанель. Ну, пятерка от Шанель. Это классика. У меня версия Ле. Мне очень нравится этот аромат. Обожаю его носить летом. Но вы знаете, я даже грешу тем, что я его наношу. Мне очень нравится, когда мне хочется свежести. И хочется такого кремового звучания от себя. Я наношу вот этот аромат. Да, здесь все составляющие пятерки. Но единственное, это, конечно, не тяжелый аромат. Он такой полупрозрачный. Он с цитрусовыми аккордами. Он леденящий. Здесь как будто бы есть ноты льда. Вот это такая для меня ледяная, снежная пятерка. Ну и еще одна пятерка от Шанель у меня вот в таком формате. Это премьерная пятерка. Это моя любимая. Потому что здесь очень красивая ваниль в базе. И мне очень нравится, как этот аромат на мне закремивается. Как он запудривается. Как он красиво, сладко звучит. Я люблю этот аромат. Даже если я, допустим, в первой половине дня нанесла вот версию лё, вечером я всегда наношу премьерную пятерку. Очень берегу ее. Мне безумно нравится. Для меня это универсальный парфюм. Вот просто парфюм на все случаи жизни. Он, в принципе, может быть всегда в моей сумочке. И других ароматов, в принципе, других парфюмов может и не быть. Но это не значит, что из всех я выбираю только один. Нет, я не хочу. Мне нравится, когда у меня большая представленность. Мне нравится, когда есть из чего выбрать. Но, тем не менее, вот ощущение от него, что это, в принципе, может быть один аромат. Один. И абсолютно универсальный. Классно звучит. Я думаю, что никому не надо рассказывать, как пахнет пятерка от Шанель. Это такое уходовое, кремовое, дорогое звучание. Следующий парфюмерный дом – это Герлен. Но, конечно, друзья мои, этих ароматов, вернее, ароматов от данного парфюмерного бренда у меня больше всего. И тоже, вот сколько я себя помню, у меня всегда были ароматы от Герлен. Нравится. Мне нравится этот парфюмерный дом. Абсолютно разные парфюмы на любой вкус и цвет. Потому что тоже есть серии. Есть серии Мон Герлен, где очень красиво представлена лаванда. Есть серии вот эти вот платьицы. Есть серия ароматов Линстан. И вот мой любимчик и новинка, относительно новинка в моем парфюмерном гардеробе – это аромат Линстан Можик от Герлен. Это очень красивая цитрусовая пудра или, может быть, лимонный пирог. Аромат… Как он приятно пахнет. Просто хочется им облиться. Вы знаете, по настроению кажется, что это абсолютно женственная история. Это пахнет косметикой, это пахнет помадой, это пахнет чем-то таким кисленьким. Вот, кстати, цитрусовые ноты в этом аромате разгружают вот эту пудровую тематику. Кто не любит такие вот густые пудровые ароматы, вот попробуйте Линстан Можик. Мне кажется, что абсолютно очаровательная версия и абсолютно интересный экземпляр вот именно в категории пудровых косметических ароматов. Обожаю его, ношу с удовольствием. Тоже сейчас в праздничные дни с удовольствием наносила. Мне нравится, как он звучит. Ароматы серии Монгерлен мне тоже очень нравятся. В частности, я очень люблю аромат Спаклин Букет. Это такая пузырьковая дюшесовая груша, которая ассоциируется у меня с первыми мартовскими теплыми деньками. Вот с праздником, с 8 марта, с каким-то букетом цветов. Аромат стартует тоже очень ярко, аромат стартует цитрусовыми нотами. И потом раскрывается фруктовыми аккордами. Здесь заявлена лаванда, но лаванда здесь такая на полутонах. Немножко есть ванили. В целом аромат воспринимается как очень свежий парфюм, очень такой позитивный. И кажется, как будто бы в него действительно добавили пузырьков. Ну и аромат Монгерлен флораль версия De Parfum. Тоже это один из моих любимых парфюмов от данного парфюмерного дома. Здесь очень красивая лаванда с ванилью и с такой легкой горчинкой. Очень красивый аромат. Цветочная составляющая тоже прекрасно здесь вписывается. Этот аромат для меня звучит по-вечернему. Этот аромат для меня очень женственный. Мне нравится такая в нем, знаете, вот эта вот та самая горчинка, как будто бы пахнет бумагой от сигарет или чем-то таким. Не дымом сигаретным, а именно свежей сигареткой. Хотя я не курю, но вот почему-то у меня вот такая, какая-то у меня приятная ассоциация с этим связана. Да, классный аромат. Я даже помню, как я его выбирала, как девушка мне его посоветовала. Она красиво очень на мне раскрывается. Также у Герлен я нашла свою идеальную чернику. Я не сразу услышала ее в аромате L'Apetit Ruben O'Art версия Intense. Но когда она на мне раскрылась, знойным жарким летом, я просто обалдела, друзья мои. Аромат цветочно-фруктовый, сладкий. И здесь главную роль играет нота сахарной ваты. И она действительно здесь очень хорошо считывается. Как будто бы, знаете, даже вот сахарной ватой немножко как будто сжженой даже сахарной ватой пахнет. Ну какая здесь на старте красивая черника. Здесь еще заявлена малина, но в целом вот я прям чувствую, но не всегда. Сейчас, например, мне очень сладко, просто ягодно-сладко. А летом, летом откуда-то появляется вот эта невероятная нота, ягодная нота и прям нота черники. Мат красивый, аромат тоже очень комплиментарный. Он звучит полюксово, то есть это как будто бы мне что-то напоминает. Но вот я говорю, есть тут какая-то такая отличительная черта в нем, какая-то от ягод. Как будто бы даже, знаете, вот черника, она же немножко вяжет, особенно когда не спелая черника. И вот от этого аромата я тоже вот это ощущение считываю. Классный парфюм, люблю его носить. Ну и один из моих любимчиков, это, конечно, аромат Линстан от Герлен. Тоже абсолютно для меня, это, наверное, самый женственный аромат в моем пар в гардеробе. Мне очень нравится этот парфюм. Я его всегда ношу, когда собираюсь куда-то на какое-то мероприятие. У меня этот аромат заикорился вот именно как какой-то особенный. И я не хочу, чтобы он становился повседневным. Он потемнел, он был такого нежного розового цвета. Я думаю, что у кого есть этот парфюм, вы понимаете, скорее всего, у вас произошла такая же история. Такого, знаете, он был даже не розового, а персикового цвета, нежного, нежнейшего. Я в него влюбилась просто с первого затеста. Очень мне импонирует и очень мне нравится сочетание цитрусовых нот и такой красивой насыщенной ванили. Здесь помимо ванили яркая нота амбры. И кажется, как будто бы этот аромат смолистый, но в то же время медовый, в то же время белоцветочный, потому что здесь букет из белых цветов. Да, на старте цитрусы. Вот пока только нанесла, сначала цитрусы, потом аромат начинает раскрываться. Я не помню, есть ли здесь нота яблока. По-моему, то ли в водопарфам, то ли в водотуалет есть нотка яблока. Тоже придает некую кислинку. Я, честно говоря, специально не стала открывать пирамиды, смотреть. Мне просто хочется передать вам свои ассоциации. Этот аромат для меня пахнет медово, амброво. Белые цветы, гордения, кремово очень звучит. В базе ваниль герленовская здесь проявляет себя. Она какая-то особенная. Она более сладкая, что ли такая. Ну вот опять хочется сказать, что медовая ваниль. Красивый аромат, очень его люблю. Вот сейчас только нанесла на блотер, слышу даже как будто бы стебельки, зеленые стебельки от белых цветов. Ну что, друзья мои, я с вами поделилась своими любимыми ароматами. Это действительно мои три самых любимых бренда в люксе. Обязательно напишите, какой у вас парфюмерный дом в приоритете, какие ароматы вам нравятся, от какого парфюмерного бренда больше всего. Будет очень интересно почитать. И не забывайте, что буквально через несколько дней выйдет видео, аналогичное видео, но про три любимых нишевых бренда. На сегодня это все. Я буду с вами прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. Не забывайте подписаться на канал. Я, как всегда, вам желаю всего только самого доброго. Обнимаю вас. И мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok